Здравствуйте, я Сэм Марадит, представляю вам очередной выпуск целевого прогноза. В связи публикации последних данных об уровне инфляции мы поговорим о курсе пары американский доллар – чилийская песо. Со мной на связи старший экономист латиноамериканского региона в компании «Форкаст» Педро Туэста. Итак, в апреле данные годового роста экономики Чили были разочаровывающими. Правительство признало, что им предстоит ещё много работы для того, чтобы это исправить. Как, на ваш взгляд, будет изменяться курс пары доллар-песо в течение месяца? Мы полагаем, что курс песо и дальше продолжит понижаться на фоне общих ожиданий по поводу того, что Федеральный резерв всё же начнёт повышение процентных ставок в этом году. Также свою роль сыграет тот факт, что экономика Чили не растёт согласно ожиданиям участников рынка. В мае уровень инфляции в Чили составил 4%. Он продолжает постепенно понижаться. Какое влияние это оказало на ваши прогнозы для среднесрочной перспективы? Уровень инфляции не оказал практически никакого влияния на наши прогнозы в среднесрочной перспективе. Центральный банк, как правило, принимает во внимание только базовый уровень инфляции. Учитывая предыдущие данные об уровне инфляции, соответствующие ожидания немного ухудшились, но незначительно. В последнее время показатели экономической активности также не соответствовали ожиданиям. Ещё месяц назад мы более оптимистично оценивали возможности восстановления экономики Чили. Но сейчас многие экономические данные не соответствуют ожиданиям. И это, конечно же, будет способствовать тому, что Центральный банк, скорее всего, не будет повышать процентные ставки одновременно с Федеральным резервом. То есть нам ещё придётся подождать. И последний вопрос. Вы полагаете, что в долгосрочной перспективе курс этой пары будет на уровне 6.10? Расскажите об этом подробнее. В последнее время экономика Чили приспосабливалась ко многим внешним факторам. После шока от Федерального резерва курс валюты должен вернуться на тот же уровень, который был на прошлой неделе, то есть на уровень 6.10. До повышения ставок США, то есть до сентября-декабря этого года, мы ожидаем увидеть понижение курса ПЕСа примерно до уровня 6.60. То есть курс сначала достигнет отметки 6.60, а затем снова вернётся к уровню 6.10 в долгосрочной перспективе. С восстановлением экономики участники рынка привыкнут к текущим экономическим условиям в целом и к более высоким процентным ставкам в частности. В любом случае Центральному банку Чили придётся повышать процентные ставки в будущем. Педро, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Докаскопе ТВ. Джессика Уокер представит вам следующий выпуск целевого прогноза. Всего доброго.